Всем привет! Мы в игре битвы за Сталинград, L2 штурмовик. Продолжаем сценарную кампанию крепость Сталинград. Отписался под роликами автор кампании Виндига. Большое ему спасибо, обновил кампанию и выложил пак вместе со шкурками. Поэтому сейчас мы можем, скорее всего, будем летать и мы, камуфляжи, которые задуманы автором, и враги. Так это должно работать. Не проверял, сейчас узнаем. В любом случае приятно, что судьба компании отслеживается, и какие-то изменения вносятся. Значит, что еще лучше будет? Так, а где? Шесть вечером. Слабооблачность, ветер, туман. Облачности бы побольше. Она красивая. Летаем постоянно как в аквариуме. Товарищи пилоты, мы продолжаем боевую работу с новой площадки. Сегодня в средний октябрь приземлилось много самолетов, перелетевших с аэродрома вправо берега Волги. Большинство технического персонала все еще добирается от нового аэродрома, но мы не можем позволить себе терять время. Вражеская авиация продолжает бомбить Сталинград, хотя город уже превращен в руины. Жертвы среднемирного населения огромны. Механикам удалось подготовить к вылету 2,16. Ваша задача – патрулирование воздушного пространства над Сталинградом между Спартановкой и Лишанской, что соответствует точкам 1,2 маршрута на высоте 3,500. Вам наверняка встретятся немецкие самолеты, будьте готовы к жаркой схватке. В бою всюду следуйте за ведущим. Взять настройки из задания не сработало. Вот они. Я вот только не знаю, тут их надо выбирать. Я так понимаю, эти все расписаны. Боты будут в камуфляже, а мы. Ну, не знаю. То есть, летим опять. В надежде, что увидим кого-нибудь. Та почему я еду-то? Не провернусь еще. Вываляйте! 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 Вылетайте! Вываляйте! 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 Интересно, как отслеживаются следы за ведущим. Постараемся, конечно. На самом деле ведомым летать было довольно тяжело, потому что у него задача, во-первых, не потерять ведущего, во-вторых, не дать его атаковать. И встречал в воспоминаниях, был у меня, говорит, один ведущий, рассказывает истребитель, жался ко мне на метров на 50, боялся, что собьют. Я ему, говорит, объясняю, что если так будешь продолжать летать, то собьют тебя, потом меня, одним заходом. Ой, вот такое, конечно, отдельное спасибо. Если такое солнце, то есть такое освещение, такой вечер, тогда облачность была бы к месту. А сейчас мы пока будем высоту набирать. Насмотримся, как надо его ждать. В общем, ему нужно держаться на таком расстоянии, чтобы ведущего видеть. Все маневры за ним повторять успевать. Он еще не командует. В первом штурмовике, наоборот, было прикольно. Там меню было специальное, можно было бы там не командовать. Замкнуться, разамкнуться, атаковать то-то, прикрывать меня, очень было удобно, и главное, что все работало. Приказами. Попробуем на форсаже. Потому что, я не знаю, год-то может. Да не может, он точно получше меня. Если же набираем. Экалаги. Переговоряются. С другой стороны, дымка вот такая, она хорошая для боя на низких высотах, на средних. Можно смело ее туда-сюда проходить. Вот номер четыре, я не знаю, номеров здесь нет. Значит, это все-таки его, действительно, раскрас. Какой должен быть. Ой-ой-ой, я увидел, да, уже. Что творится. Удаление опять. То есть, над рекой. Но тогда снижаться особо не стоит. Главное, его не потерять. А вот эти, вот они. Это уже поздно, атака. Интересно, будут бомбы на аэродром кидать? Блядь, я в таком освещении не вижу ничего. Я вижу, что они маневрируют. Вот здесь Вот он, наш ведущий. Мы за ним присматриваем. Все, потерял. Ничего, с такой видимости можем найти. Вот раз нету, значит, он их не атакует. Он их бросил. Это другая пачка. Видите, опять не видно. Вот так, кажется, он близко летит. То есть, сейчас вот на заход прям строить. А посмотрел, он вообще не фиг знает где. Вон, 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 вон. Нет, это с земли зенитки провожают. Третья, пять, позадка. Третья, пять, позадку разрешаю. Третья, пять, понял. Ну, надеюсь, это парашют не нашего ведущего. Он ничего не сказал в эфире. Но это вот уходит сама по себе. Четверка и над ними кто-то. Там, вон, крутятся, может, к ним присоседицы. С истребителями как-то спокойнее. За ними кто-то еще там идет? Вот чуть впереди. Это явно не наш. Ты кто? Это истребитель. Что за звук? Все, мы, по-моему, уже в центре событий. Вот фиг поймели. Это наш лак так разукрашенный. Нет, по-моему, вон он наш шишечок, а это строит на него заход. Точно не лак. Нет, это точно наш. Пишечка не вижу тут. Хотя должен туда-сюда ходить. Это наш район. И в эфире его нет. Жалко, ешки нету. Модификации. Интересно, с ней покрутиться было бы. Ой, нехорошо сзади, но мимо пролетело. Пугнули. И куда? Еще один порошок в воздухе. Турбину слышу. Опоздал на десятую секунду, даже меньше. Нет, нехорошо сзади. Продолжение следует... 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 Так, я здесь один, и это плохо. И, кстати, не написано, что задача выполнена. Я надеюсь, здесь не будет такой засады, что если теряем ведущего. Не появляется выполнение задания. Сейчас посмотрим, если чтобы никого не было. Прочитаем. Так, у нас здесь точка. Далеко еще до нее. Ну, сейчас вот здесь. Около улитки вот этой, на досудачной. Ну, воздухе так рассосалось вроде бы. Эфир затих. Два самолета летят. Вот, кстати, и такой вопрос об отражениях. Видите, так бы мы их вообще никогда не увидели. А так это солнце отражается. Низкое, видим парочку. И внизу еще один. Но по ним не стреляют, значит, на наши. Субтитры делал DimaTorzok. Алейка. Не хотел прочитать. Условия окончания миссии отсутствуют. Сейчас, только что стрелка упала, бензометр. Бензометр надо посмотреть, сколько у нас осталось. Блин, шичок на трех с половиной километрах одинокий. Такой лакомый кусок. У меня спина чешется. Я не знаю, у нас полторы минуты, что ли, срабатывает. Показатель уровня топлива. Если да, то сколько он показывает свои показания. Никого в воздухе уже. Там наша точка вторая, сейчас мы сможем посетить. Посетим. Вот. 60 килограмм. Но если на 40 минут, это 18. Ну, 180. Ну, это на 10. Сейчас до верха дойдем и там уже домой. Потому что, ну, видно, что все, что хотели показать, нам показали. С seguridad. trekh Oczywiście. Alice操 끌отим. Т Cupлива. Пүнем Forward. Красива во сайту. Что? ! Hugo сайта. Ну привет. Жалко в игре нету рамы какой-нибудь, здесь бы сейчас по сценарию хорошо бы раму пустить с подбитым двигателем, чтобы она так планировала с нашей стороны туда, или какой-нибудь бомбардировщик с подбитым двигателем, будет какой-то лучший, одинокий. А тут получается первая половина, даже какая половина, первая 20% миссии, 30% по времени насыщен, так и все. Вон они садятся. Так, а где ты воюешь, Орел? Я даже красный вижу. На точку сон сказал. Наверное, очень обидно, что патроны закончились. А вот это кто? Патрулируют нашим маршрутом. Это, наверное, он и есть, насколько разворачиваются в сторону аэродрома. А вот это кто? Кто-то на земле ставит пулемёт и стреляется. Да, что-то как-то резко всё опустило. Ракеты. Ну всё. Шоу-юзик шоу, никто не встретил. А так всё хорошо начиналось. А если так и не было теперь, значит, порошок и его угол. Мы сейчас увидим этого в журнале. И неудивительно, четыре восемьдесят седьмых со стрелками. Практически приговор. Одна и то это приговор. Авдогон за ними лететь. Скорость. Подходящая, там что звук? Есть. Я. Аист. На рубеже. Разрешите захват. Аист. Выполняю. Есть. Я. Анил. Бэхин. На рубеже. Разрешите захват. Сейчас бы каких-нибудь два Эмиля косых, самых-самых простых ботов, чтобы они прилетели, два, две бомбы сбросили куда-нибудь на аэродром. И ушли. Вот так вот ботов нельзя программировать. Сложно. Наверное, тут крутиться бы стали как-нибудь. О, космонавт. А тут откуда космонавт? Обалдеть. Я. Аист. Бэхин. Подорога. Сложно. Волково. Волково. Аист. Бэхин. Понял. Ну, хорош, хорош. Вот и полностью газ нельзя убирать, когда садишься. Ой, выходились. Тихо. Тихо. Потому что тогда обдув уменьшается, и он плюхается просто. Ну, и все это убили. АИС-5. Выполняю. А так надо в начало... Ага, за нами сел. Доверяйте. Ну, у нас пятерка, кстати. Может быть, это так и задумано. Потому что в игре нет номеров до сих пор. Вряд ли когда-то будет. В первом штурмовике выбираешь номер, и он у тебя в вылете фигурирует. Так, Г-2 сбит. Вот здесь парашют был. И 16-й упал, да. На первый заход, а тут парашют был. Это наш аист был. Юнкерс упал. Это он, видимо, попал по нему. Наш убег уничтожен, буксир. Или нет, буксир, скорее всего. Еще один буксир. Четвертый упал. Четвертый упал. Вот мы его видели, он над рекой ушел такой, полога. Я, 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 я. Это Г-2, а тут Г-2. Ну, жестко, конечно. Упреждающий удар. Ну, давайте попробуем вторую подряд. Тут что-то как-то... Слабенько. В плане насыщенности. 10.15 утра. Безоблачный ветер слабый. Опять безоблачно. Аэродром тот же. Ведущий АЭС-3 и АЭС-5. Противник пытается усилить свою группировку, блокированную на севере Сталинграда, чтобы использовать захваченную территорию как плацдарм для удара непосредственно по городу, либо для форсирования Волги и выхода в глубокий тыл наших войск. Снабжение окруженных ведется с помощью автоколонн, прикрытых бронетранспортерами и танками. И не прекращается, несмотря на тяжелые потери от ураганного огня нашей артиллерии. Эту группировку необходимо уничтожить, прежде чем она будет усилена настолько, что сможет перейти в наступление. За последние несколько дней в Сталинград прибыла 124-я стрелковая бригада полковника Горохова, в которой поставлена задача выбить немцев с захваченных позиций и отбросить их прочь от Волги. Советские воины готовят упреждающий удар по врагу, пока он не успел опомниться от постоянных атак наших штурмовиков и артобстрелов. Сам не пошел в атаку. Задание. Патрулирование воздушного пространства над Сталинградом в районе Катовкая. Ирзовка. Тут стоит Ильшанка. Потому что Аркатовка это одна область. Акатовка и Ирзовка. Вот она. А это Ильшанка. Немецкая авиация продолжает проявлять высокую активность над линией фронта, поэтому будьте готовы принять бой в любой момент. После сбора в единую формацию следуйте за ведущим к Волге, набирая высоту до 3500. Внимательно следите за небом, помните, что худые любят атаковать внезапно со стороны Солнца. После выполнения задания, посадка на аэродроме. Задания как такового нет. Патрулирование. Время даже не поставлено. Так, ну понятно. Эта точка та же осталась. Короче, опять. Главное, ведущего не терять. Главное, ведущего не терять. Заказывали? Защищать аэродром. Помогу, чем смогу. Лопасть винта валяется. Аист, 10, взлет, аэродром. Прошлой миссии не давали взлетать. Под арт-обстрелом здесь наоборот. Аист, взлетайте. Я ногу сломал. Уже не взлетим. Что такое? На секунду мне показалось, что мы взлетим без ноги. Видимо, кусочек крыла от у нас. Аист, 4, взлетайте. Аист, взлетайте. Аист, взлетаем. Разная ракета, взлет запрещен. Так, могу не убирать. Аист, взлетайте. Ага, у меня одна. Вот, ломали. И, 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 и. И, 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 и там что? Машкара. Мы сейчас заглохнем, наверное О, масло пошло, но все, надо садиться Сломали мы правую Пока даже не знаю, как комментировать Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Шасси убрали Дурмашина вылезла метров на 500 выше С аэродрома не пухнула ни одна зенитка Мне интересно, он выйдет или нет Он развернулся в воздухе прям Он практически не потерял замертую петлю высоты И тут же в следующее Я видел здесь что-то еще Субтитры делал DimaTorzok Что пролетело? Пролетело Субтитры делал DimaTorzok Он даже не шелохнулся Это ненормально Человек бы дернулся по-любому Этому ноль вообще эмоций Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Надо искать Все ножницы наших литров Тут еще поместимся Человек очень хорошо Дальше П ELITE Уologique Просто г да зал Schweiz И жалов и все, И в космос Вообще Вон тот аэродром прикрыт. Там станция железнодорожная. Седьмой заходил. Ну как ты атакуешь, ты его видишь, но его попробуй атакуй. Просто мимо ездит. Ну все, тут что-то не бежать. Там отъехал 9 километров. О, ну где-то видно, чтобы увидеть бой, нужно отойти от него, а не приблизиться. Вон еще бой. То, что по нему стрелять, говорит о том, что это немец. О, нифига он. Это метеорит, он мимо пролетел. Ну вот там был бой, где он? Не похож. Это или лак? Это П-40-ой, наверное. Ага, мы пустимся. Седьмой наш. П-40-ой похож очень на мистер Шмидт, потому что у него передняя кромка крыла прямая. И силуэт похож с определенных ракурсов. Ага, вот и ринулись доедать. Вот, тяженько поможем. Чем сможем. Это П-40-ой или что это? П-40-ой. Один выпрыгнул, одного иначе стрелка убили. А нет, второй тоже выпрыгнул. Читал воспоминания, как на яке горел летчик-истребитель, который модификация дальняя, бомбардировочная. То есть у него бак был дополнительный за спинкой. И бомбы. И вот он на выходе от бомбы, бомбы скинул, на выходе взлетал. Ему прям в задний бак попал снаряд, и этот бак вспыхнул. Моментально. То есть одно дело, когда в плоскости горит, и ты можешь как-то это... скольжение. Хотя бы, если не потушить, то хотя бы сбить пламя, чтобы оно в кабину не горело. А тут прям вот за спиной просто бочка взорвалась с керосином. Вот он раненый, пытался два раза выкрынуть из самолета. Это сороковые, да, на парад. Собрались. Все, никого нету больше. Первый раз прям встал ногами на сиденье. И его обратно запихало. Самолет уже падал в неуправляемом таком штопоре. Его ветром обратно засунуло в кабину. А он уже весь обожженный. Говорит, единственное, что спасло, то, что в штанах был кожаный, кожаный реглан. Все, что, говорит, было кожаным, кто не задело огнем и перчатки такие вот с рукавами. А лицо очень сильно обгорело. И вот он второй раз, говорит, опять собрался, все вспомнил, говорит, все детство, с кем хулиганил, все, говорит, вспомнил. И вот это... Настолько было великое желание жить. Встал второй раз и выкинулся. То есть второй раз повезло, что в этот... в кульбит, короче, его наоборот высосало. Прижало, говорит, фюзеляжу, но из-за того, что он открутился, все-таки отлепило. Смог он еще парашют успеть здесь скрыть. Ну, блин, прикольно, конечно, но он с заговторами бегать на эшачке. Это для Эмилии работа. Вот Эмилии тут должны были быть. Они не такие напуганные. Или второй просто как поезд. Что-то мы так крутились. Я аж потерялся. Таллинград сзади. Думаю, что мы как-то заходим в стороны. Блин, этот садится уже. Надеюсь, они только распускаются. Восадка. Чит, чат, адрес, 5, высока. Алист, полосы заняты. Алист, перес, полосы заняты. Алист, перес, полосы заняты. Алист, перес, полосы заняты. Е, я аист, три, посадку прервел. Алист, посадку сзади heather. Мне показалось ли, он это для отвернул, когда увидел, что мы сзади набегаем. Ну, что когда мы проехали, показалось он на середину вернулся полосы а нет нет да у него тройка на хвосте то есть это так и задумано с аэродрома должны были стрелять конечно сейчас выключили лана коротенькая но кто и нормально там вставляли тут постреляли это так ушел видимо да никого не сбили три юнкерса сам упал две штуки и 16 избили и все нас разбомбили как хотели и тому что насували тоже все ушли лак еще сбили она сумбурно как-то непонятно ничем ближе к земле видимо теперь мы будем штурмовать судя по картинке уже будем следующий раз так сначала было напряженно потом в ожидании напряжения было что не поговорили даже практически но следующий раз наверстаем а на сегодня все спасибо вам за внимание всем доброго удачи пока ссылка на компанию в описании под роликом удачи